МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Награды нашли героев. Ветеранам вручили первые юбилейные медали в честь 75-летия Победы. Сессия парламента Дагестана. На этот раз в фокусе внимания депутатов оказались проблемы медиасферы. Как не попасться на уловки мошенников? Почему люди наступают на одни и те же грабли, давая вовлечь себя в создание финансовых пирамид? Разбирались мои коллеги. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедович. Награды тем, кто выстоял и принес победу. Махачкале ветеранам Великой Отечественной войны вручили первые юбилейные медали к 75-летию Великой Победы. Награды из рук главы республики получили также узники концлагерей, труженики тыла и участники ополчения 1999 года. Время республики Дагестан, по вашему вызову, командир отделения автоматчиков, танковый десант, садырку прибыла. Грали желаю! Вспоминали тех, кто отстоял нашу страну в самой кровопролитной войне 20 века. Владимир Васильев поблагодарил ветеранов и за мужество, проявленное в годы войны, и за мирный послевоенный труд, когда были брошены все силы на восстановление страны. Глава региона рассказал собравшимся, что в республике в этом году планируется множество мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, центральным из которых, конечно же, станет празднование Дня Победы 9 мая. Мы очень ценим, что наши представители старшего поколения сегодня собрались за этим столом. Вы в обществе нашей республики играете очень большую роль, помогаете сохранить, приумножить, передать молодежи такие основывающие ценности, которые всегда отличаются дистанцией. Это верность в долгу, любовь, преданность родной земле, отечеству, стремление созидать военное будущее. У подвига вашего поколения, других поколений, победителей нет срока давности. Ветераны, в свою очередь, поблагодарили Владимира Васильева за теплый прием и оказанное внимание. Всему дагестанскому народу, всему Дагестану и руководству, начиная с вас, Владимир Владимирович, и с вас тоже. Спасибо большое всем за это внимание к нам. Вот три нас был оказывается, Бесалова, моя сестра и я. Мы все время говорим, никогда не было нам такого внимания, как в этом году. Накануне в Махачкале состоялась очередная сессия Народного собрания Дагестана. В ее работе приняли участие руководители органов исполнительной власти и представители политических партий. Более подробно о работе парламентариев расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. На этот раз обошлось без традиционных выступлений представителей фракции. Началась сессия сразу с заклада уполномоченного по правам человека. По словам Джамала Алиева, только за прошлый год к нему поступило более полутора тысяч обращений. Более половины обратившихся за правовой помощью, так как и прежде представители социально незащищенных слоев населения, пенсионеры, инвалиды, многодетные матери и лица из числа детей-сирот. Омбудсмен заверил, благодаря тесному сотрудничеству с органами власти и правоохранительными структурами многие вопросы удается решить достаточно оперативно. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам реализации их социальных прав. Это порядка 57% от общего количества. Благодаря комплексу мер, принимаемых региональными властями, комплекс в республике наметили сдвиги по решению данных системных проблем. Затем парламентарии рассмотрели законопроекты, которые предстояло принять во втором чтении. Владельцам гаражей, машиномест, садовых домов и прочих сооружений будет начисляться налог на имущество. Речь идет о сооружениях, возведенных на участках, выделенных для ведения личного пособного и дачного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Для таких объектов размер налога составит 0,1% от инвентаризационной стоимости имущества. Налоговая база, исходя из кадастровой стоимости, имущество будет определяться в отношении не только жилых домов и помещений, находящихся в собственности организации, но и в отношении гаражей, машиномест, объектов незавершенного строительства, а также жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений или сооружений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Развитию СМИ в Дагестане был посвящен парламентский час. Выступая по этому вопросу, министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Сергей Снегирев отметил рост заработной платы журналистов. В 2019 году она составила чуть больше 21 тысячи. Программа развития средств массовой информации в республике предусматривает выделение более 2 миллиардов рублей, 942 миллиона из которых пойдут на зарплату сотрудников. Сравнительно с 2015 годом среднемесячная заработная плата возросла на 24,1%. Для сравнения, средняя заработная плата в отрасли в республике Северной Осетии составляет 15 тысяч рублей, в Чеченской республике 20 тысяч рублей. По состоянию на февраль 2020 года республика Дагестан является лидером Северокавказского федерального округа по количеству зарегистрированных СМИ. Всего у нас 354 издания. Министр обратил внимание депутатов и на ряд проблем, с которыми сталкивается журналистское сообщество. В частности, парламентариев интересовала перспектива развития национальных СМИ, которые, по их мнению, выполняют не только информационную функцию, но и способствуют сохранению языков народов Дагестана. Беспокоило народных избранников снижение тиражей печатных изданий на национальных языках. По мнению главы ведомства, связано это с региональной спецификой и особенностями отрасли, а также новыми стандартами медиапотребления. В последние годы национальные издания сталкиваются также с нехваткой кадров, но, несмотря на это, потенциал у республики в этой сфере есть. Идет снижение в целом по России, это общероссийский тренд. Уровень одновременно доставки, он не так катастрофично снижается, как в целом в других регионах, и это было проиллюстрировано. Поэтому мы считаем, что у нас достаточно хорошая ситуация, и это, в частности, отражает интерес читателей к производимой продукции. К повестку дня сессии были включены и другие вопросы. Ряд законов вместе с внесенными в них изменениями депутаты приняли в первом чтении. Всего в рамках сессии было рассмотрено более 20 вопросов. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В связи с коллективным обращением аграриев относительно вопросов подачи воды для обеспечения сельхозугодий, министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов на неделю посетил с рабочим визитом Кизлярский район. На объектах новотеречной растительной системы и сбросном канале К-6 у аграриев появилась проблема с подачей воды и водоотведением. На коллекторе К-6, куда сбрасывается вода с рисовых чеков, к приезду министра уже шли работы. На объекте протяженностью 40 километров заработала специальная техника, которая помогла справиться с поставленной задачей. Кизлярский район является одним из крупных районов по производству риса. Соответственно, нам необходимо до начала поставленной кампании по рису для того, чтобы дать влагозарядковый полив, для того, чтобы обеспечить нормативную водоподачу. Вот эти все вопросы не возникают. Их нужно решить, поэтому мы сегодня пригласили все заинтересованные стороны, выехали на место, убедиться, в каком состоянии находятся подающие каналы, сбросные каналы и тем самым найти формулу, опять-таки повторюсь, найти формулу, которая позволит нам собрать максимальное урожа риса. Потому что конечная цель – это получить большой урожай, эффективно использовать те ресурсы, которые у нас есть. И в продолжение темы. Аграрии республики в этом году планируют заложить 500 гектаров молодых виноградников. Новые площади для выращивания лозы появятся в Дербенском, Карабудахкенском, Каекенском, Сулейманстальском и других южных районах Дагестана. Увеличение объемов связано с ожидаемым ростом спроса на солнечную ягоду. Общая площадь виноградников в Дагестане на сегодня уже превысила 25 тысяч гектаров. Почти миллион молодых людей. Цифра внушительная. Сегодня в республике проживают более 900 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 30% от общей численности населения Дагестана. О том, что делается для людей, которые входят в эту возрастную категорию и каково сегодня содержание молодежной политики, говорили на коллегии профильного министерства. Основные направления работы молодежного ведомства – это развитие добровольчества, патриотическое воспитание молодежи и профилактика социальных явлений в молодежной среде. Особое внимание уделяется обеспечению и участию молодежи во всероссийских форумах и грантовых конкурсах. По итогу прошлого года мы вновь в числе лидеров по реализации молодежной политики на Северо-Кавказском федеральном округе. В декабре прошлого года на итоговое совещание Росмолодежи наша республика получила награды по таким направлениям, как всероссийская форумная кампания, профилактика социальных проявлений в молодежной среде, взаимодействие с общественными объединениями. В 2019 году все программные мероприятия, государственные программы с реализацией молодежной политики в Республике Дагестан реализованы в установленные сроки. Все показатели и индикаторы установленных в госпрограмме достигнуты. В преддверии 8 марта золото в России чаще всего покупают в Махачкале. Такие данные обнародованы представителями Сбербанка. Столица Дагестана заняла первое место среди российских городов, где увеличивается спрос на драгоценности в канун Международного женского дня. По статистике 11% россиян или рассматривают возможность покупки украшений в преддверии праздника, или делают вложения в золото. Ну а 6% населения страны не менее чем раз в год покупают или продают золото. Не менее интересно то, что мужчины вкладываются в золото чаще, чем женщины. Как правило, это люди 30-40 лет с высшим или послевузовским образованием и доходом значительно выше среднего. Опрос проводился в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек. Саудовская Аравия ввела ряд мер для предотвращения распространения коронавируса нового типа на своей территории. Об этом накануне сообщило Министерство иностранных дел Королевства. В частности, правительство страны распорядилось приостановить въезд людей с целью совершения малого хаджа, который мусульмане осуществляют любое время за исключением месяца Большого хаджа. Также Саудовская Аравия приостанавливает въезд по туристическим визам для тех, кто приезжает из стран, в которых распространение нового коронавируса представляет опасность. Отметим, что Россия не вошла в список стран, опубликованных МИДом Саудовской Аравии. В списке этих стран, опубликованных официальным источником Министерства внутренних дел Саудовской Аравии и Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Российской Федерации на данный момент нет. То есть для россиян на данном моменте эти ограничения не действуют. И мы думаем, что благополучно они будут пересекать эту границу. В целом, эти меры направлены Саудовской стороной на подготовку к более такому активному периоду, приближающемуся Умра и Хадж, на подготовку пунктов пересечения границ. Саудовская Аравия готовит санитарные пункты и так далее. То есть это временные ограничения для того, чтобы технически подготовить все эти необходимые пункты. После этого мы надеемся, что эти ограничения будут полностью сняты уже. На данный момент у нас нет абсолютно никаких изменений в порядке подготовки вылетов. У нас все рейсы, которые назначены, они будут проходить. То есть на данный момент никаких опасений о том, что будут срывы нет. Дагестанцев вовлекают новую финансовую пирамиду через соцсети. В интернете набирает обороты так называемая беспроигрышная схема. В мессенджерах рассылаются приглашения, призывающие людей стать участниками большой игры, где якобы можно неплохо заработать. Правда мало кого настораживает, что для этого почему-то надо сразу же потратить деньги. Необходим первоначальный взнос 2400 рублей и привлечение друзей, которые также переведут деньги. Называется такая игра по-разному. Общий котел, черная касса, взаимовыручка. Но суть аферы одна. По всем признакам это просто очередная финансовая пирамида. Судя по расчетам экспертов, она может рухнуть совсем скоро. Моя коллега, Патимат Ханапова, попыталась разобраться в ситуации. Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад, так писал Пушкин еще в 19 веке. Сейчас же эти слова актуальны как никогда. Даже в век высоких технологий люди все так же наивны и готовы с легкостью расстаться со своими кровными в надежде на 7-минутную прибыль. Одурманенные легендами об основных доходах, некоторые готовы завлекать финансовый водоворот даже самых близких. Что касается схемы, то каждый из участников, я уже об этом говорил, вкладывает по 2400 и приводит двоих. Кто вложил так же по 2400, потом те еще двоих, те еще двоих. Потом, когда собирается вот этот ряд, она сдвигается вверх, и этот парень, девушка, первая, которая на вершине получает свои 19200 рублей. Сакральные, загадочные, желанные. Деньги, которые осели последнего ряда, их представляют сотни и тысячи человек. И когда она останавливается, она однозначно сможет, что не могут все люди постоянно кого-то генерировать. Понятно? Понимаете, надо постоянно расти, чтобы кто-то получал. И вопрос, куда сядут эти деньги? У кого они есть? Вот у вас сядут организаторы. Для несветущих людей приглашение к получению прибыли выглядит очень заманчиво. Выигрыши вроде бы выплачиваются, а довольные победители радостно рассылают знакомым скриншоты. Вот, мол, смотрите, деньги пришли. Причем делают это вполне искренне. Именно поэтому многие вступают в игру повторно, наивно веря, что дело можно провернуть еще раз. Но бесплатный сыр бывает, как известно, только в мышеловке. Повторить успех уже не удается. Данная игра в представленной схеме, заложенном в нее бинарным принципом, однозначно запрещена в исламе, так как относится к категории «Альмайсер». «Альмайсер» – это азартные игры, и они запрещены, поскольку люди, которые участвуют в подобных схемах, зарабатывают за счет убытка других людей. Можно смело сказать, что эта игра и подобные им игры в исламе однозначно запрещены». Мы нашли одну из жертв мошенничества. И хотя она не решилась показать свое лицо, информация, которой она делится, безусловно, будет полезна. Особенно для тех, кто еще окончательно не разочаровался в финансовых пирамидах. Мне позвонила моя очень хорошая подруга и сказала о том, что она вот приняла участие и говорит, мол, вот я Амина выиграла 19 200 рублей, это реально, давай ты тоже попробуешь, но как раз нужны люди. И я решила, почему бы и нет. На тот момент у меня не было работы. Даже вот эти 2400 мне негде было брать, потому что я без денег абсолютно сидела дома и решила взять в долг. Ну, в конце концов, ни я, ни люди, которых я привлекла, не получили денег, потому что нам сказали о том, что недостаточно людей вошли в эту игру и, мол, участники плохо приглашали знакомых. Заинтересовались сомнительной игрой и правоохранительные органы, которые взяли информацию о работе мошеннической схемы на контроль. В данном случае эта пирамида, она является незаконной, она нарушает действующий законодательство Российской Федерации и по ней наступает как административная, так и уголовная ответственность может наступить для участников этой пирамиды. Министерство не только занимается этим вопросом, отслеживает эту ситуацию. Есть несколько уже обратившихся лиц, потерпевших, которые обратились в МВД различные территориальные отделы с заявлением о том, что их обманули, их денежный перевод они перечислили, их там бросили, кинули. И в таком ракурсе просят разобраться с ситуацией, помочь вернуть деньги и наказать преступников. Известная в молодежной среде предсказка, что лох не мамонт, он не вымрет, увы, не врет. Число легковерных людей, несмотря на опыт разоблачения многих предыдущих финансовых пирамид, остается стабильно высоким. И когда схема одурачивания людей близится к финалу, организаторы аферы просто пакуют чемоданы и меняют сим-карту в телефоне. Еще раз предостерегаю наших уважаемых, любимых мною земляков от нетрудовых форм заработка. Мусульмане должны зарабатывать своим трудом, умом и усилиями. А не так, чтобы я у вас взял, у него взял, вы что хотите делать, а я пойду. Что же мы имеем в сухом остатке? Если пиар-компания мошеннической схемы прошла удачно, то с одного города организаторы могут собрать порядка 30 миллионов рублей чистых. И предъявить претензии при этом некому. Согласно условиям игры, участники несут потери, потому что не очень настойчиво приглашают знакомых. Поэтому будьте осторожнее и предупредите близких. Патимат Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Квалифицированные врачи Республиканской больницы номер 3 готовы бороться с онкологическими заболеваниями. Передовые технологии здесь все чаще внедряют медицинскую практику. Все преимущества нового отделения оценил мой коллега Камиль Девятов. Ему слово. Вот мы находимся с вами в отделении, где планируется проведение химиотерапии. Палата на два человека. Здесь также имеется тамбур, то есть коридорчик. Здесь при каждой палате есть санузел, а также душевые есть в нашем отделении. Поэтому здесь пациентам будет очень удобно, так как два человека всего будет лежать. Поэтому это дополнительный плюс, конечно. Дата открытия отделения палеоактивная помощь для онкобольных пока не называется, но для будущих пациентов практически все подготовлено. Оборудование и дорогие медикаменты в клинику уже завезены. Единовременно здесь смогут получать помощь до 15 человек. Как известно, в Дагестане много пациентов, нуждающихся именно в онкологическом лечении, в химиотерапии дневного стационара. Поэтому Минздрав пошел на такой шаг, что дали нам, в том числе и другим частным клиникам и государственным, иметь возможность принимать химиотерапевтических пациентов. Поэтому у нас созданы все условия, препараты необходимые имеются и мы уже в ближайшее время, то есть на следующей неделе готовы принять первых пациентов на химиотерапевтическое лечение. Обследовать пациентов будут высококвалифицированные специалисты. Помимо основного лечения планируется проводить подготовку больных к химиотерапии. Учитывая то, насколько тяжелым испытанием является такое заболевание, для каждого пациента здесь будут проявлять индивидуальный подход к больным и делать все, чтобы помощь шла на пользу. Также в этом году будут организованы бригады выездные. То есть на дому мы сможем обслуживать палиативных пациентов. Кто-то не хочет приезжать в больницу, кто-то хочет дома находиться или после выписки нужно сопровождение. Дополнительный уход, дополнительные перевязки. Вот это все будет возможно сделать уже на дому. То есть две выездные бригады будут обслуживать пациентов палиативных на дому. Палиативное отделение в клинике функционирует круглосуточно. Что касается отделения химиотерапии, то оно будет действовать первоначально только как дневной стационар. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Пробудите в молодежи интерес к истории, в том числе на примерах героизма, проявленного на полях Великой Отечественной войны. С такой целью на базе Медицинского колледжа имени Башларова и Гуманитарно-педагогического колледжа прошел полуфинал конкурса «Золотые правила нравственности», приуроченный в этом году к 75-летию Великой Победы. Конкурс проводится среди учащихся средних общеобразовательных учреждений Дагестана. Он призван стать школой исторической памяти для подрастающего поколения и послужить уроком духовности и патриотического воспитания. Организаторами конкурса выступили Минац Дагестана совместно с ДГИ и правовой академией. Подробнее Абдулла Алиев. Любить свою родину и чтить память предков. Для дагестанцев эти понятия очень важны. Но не просто в наше время побудить современную молодежь, отличься от повседневной суеты и обратить внимание на важнейшие страницы истории страны. Чтобы справиться с этой задачей и сделать историю ближе и понятнее, уже не в первый раз проводится конкурс «Золотые правила нравственности». Он призван обогатить представление обучающихся о значении героической победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Это одна из главных задач конкурса в этом году. «Сегодня идет на первой площадке, где полуфинал разыгрывается. В каждом округе будут проходить такие полуфиналы. А потом в итоге финал мы будем проводить в Махачкале, в Доме дружбы, где будет свыше тысячи человек собраны. Есть соответствующие призы и так далее. Но самое главное, здесь не будет, скажем так, проигравших, потому что каждый человек, который принимал участие в этом конкурсе, он становится нравственно выше, чише, включая их преподаватель, включая членов жюри, включая тех, которые будут присутствовать на этих конкурсах». При подготовке к конкурсу участникам необходимо было обратить особое внимание на то, что в Великой Отечественной войне принимали участие представители всех конфессий. Их вера была составляющей частью любви к Большой Родине. На торжественное открытие конкурса прибыли представители традиционных религиозных общин республики. Было не раз отмечено, что это просветительское мероприятие способствует укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. «Вообще золотые правила нравственности – это правило милосердия, в первую очередь. Это правило справедливости, это правило взаимности, что лежит в основе золотых правил нравственности. Не пожелай другому то, что ты не хочешь, чтобы тебе пожелали. Не поступай к другому человеку так, как ты не хочешь, чтобы к тебе поступали. Вот основные постулаты». Сотни детей прошли отборочный этап и добрались до полуфинала. Новшество конкурса в том, что здесь им нужно было представить свои лэпбуки, интерактивные тематические папки. В качестве иллюстрации конкурсанты использовали общеизвестные примеры подвигов героев войны и свои семейные истории. «Все участники данного конкурса приобретают нравственное воспитание. Они уважают своих предков. И, ну, если честно скажу, всегда нужно помнить о подвигах наших героев, ветеранов». «Для меня этот конкурс – это в первую очередь то, что мы вспоминаем об этих людях, которые для нас отдали свои жизни, которые не боялись в тот момент, когда у них тоже были семьи и дом. У них все было, но они не побоялись пойти на войну и защитить нас. Если бы не у них, нам бы сейчас не было, мне кажется». Каждый из них уже по-своему победил, так как приобрел бесценный опыт. Но дальше пройдут, увы, не все. Финалистов будет ждать новое испытание, где главными помощниками станут знания об истории своего Отечества и любовь к Родине. «В финал конкурса пройдут три команды из каждого театрального округа по каждому уровню образования. В завершающем этапе им предстоит показать театрализованную сценку. Напомним, что главной целью этого конкурса является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения». Сегодня первый день весны. Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча весны. На площадке перед русским театром накануне развернулась настоящая блинная ярмарка. С подробностями народных гуляний. Алина Вагилова. Отмечать веселый праздник в честь наступления. Весны собрались все от мала до велика. Жители столицы, гости республики в эти дни могли принять участие в традиционных русских играх и забавах, познакомиться с самобытной русской культурой. Сегодня замечательный праздник, очень вкусно, вот здесь организовано. Очень хорошо организовано мероприятие любое. И блины очень вкусные. Дома редко такие делаем. Я попробовала перетягивать канаты. Я рассказала стих и получила в подарок вот это. Я пробовала блины, они очень вкусные. Блинов попробовала? Да. И как? Вкусные. Спасибо вам большое за праздник! Ну какая же масленица без блинов? На площадке перед русским театром развернулась настоящая блинная ярмарка. Все желающие с удовольствием пробовали главное лакомство масленицы. Ароматные, ажурные, горячие блины, которые аппетитными солнечными кругами красовались перед гостями праздника. После вкусного угощения зрители и участники гуляни перешли в фойе русского театра, где проходила выставка мастеров народных промыслов из разных городов. Всех гостей торжественного мероприятия встречали творческие коллективы озорными русскими народными песнями и веселыми плясками. Мы провожаем зиму и встречаем масленицу. Так наступает весна. Всех угощают блинами. Страна Азербайджан. Меня зовут Карбанов Салман. Все понравилось и блины очень вкусные. Попробовал. Это замечательный праздник. Посмотрите, сколько тут народа. Вообще обстановка такая приятная. Здесь находится реально очень здорово и мне очень все нравится. У меня станция только хорошие впечатления. Здесь так много игр, столько разных районов Дагестана приехало, чтобы отметить этот веселый и солнечный праздник. Пусть у всех будет мир благополучия, синее небо над головой, четверые столы и хорошее настроение. Кульминацией праздника был концерт «Масленица», который прошел в рамках года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». На неделе в Махачкале отметили юбилей героя социалистического труда Магомеда Махулова. В Доме поэзии была организована фотовыставка, посвященная интересному жизненному пути и трудовой деятельности юбиляра, в свое время возглавлявшего помимо родного Хунзахского еще несколько районов Дагестана. Нынешние главы районов и представители власти также пришли поздравить аксакала дагестанской политики, долгие годы занимавшего ответственные должности с его 105-летия. Гости смогли увидеть сценку из жизни героя, окунуться в атмосферу горского колорита, на сцене звучали пандур и гармонь, а в завершении был показан биографический фильм, посвященный имениннику. Таких людей, конечно, мало у нас осталось в республике, с которой Магомед Махулович является примером для нас, в том числе, с которого я беру пример. Это человек, который вырос очень бедный, рано потерявший свою маму, но благодаря упорному своему труду он достиг этой вершины. Мы, дети, конечно, гордимся и вдвойне сегодня приятно, что Хунзахское общество вот так честь делает для моего отца. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!